Чё, начнём? Да, давайте начинать. Как я буду без наушников? Наверное. Не нравится мне в них сидеть. А мне снять можно? Ну, вам идёт очень. Ладно, я чуть-чуть посижу, а потом сниму, окей? Окей. Всё. Раз, два, три. Хлопать надо? Раз, два. Всем ассалам алейкум. Всех приветствуем, дорогие зрители нашего подкаста. После долгого перерыва мы вернулись, вернулись уже на другом уровне. Сегодня мы сидим в студии Soundbar. Решил я, что подкаст должен входить на новый уровень. Теперь мы будем снимать подкасты на студии. Пусть они будут выходить не так часто, как хотелось бы, но теперь они, по крайней мере, будут качественнее. И гость сегодня у нас также очень интересный, Рустам. Мы познакомились на национальной лиге джиу-джитс на первом турнире. Кстати, вот футболка. Рустам, я не буду вас представлять, потому что я боюсь ошибиться в представлении. Позволю вам это сделать. Всем день добрый. Меня зовут, если полностью, Дадимбеков Рустам Толгатович. Я тренер по силовой кондиционной подготовке профессиональных спортсменов. Это сейчас новое направление в том плане, что именно в подготовке профессиональных спортсменов. Потому что сейчас именно, как принято говорит, кроссфит – это очень травмоопасный вид спорта считается, и очень много времени уходит на подготовку. Поэтому, а здесь силовая кондиционная подготовка именно профессиональных спортсменов – это новая, как сказать бы правильно, новая линейка у нас в Казахстане, которая появилась. Давайте разделим сразу, отделим кроссфит от силовой кондиционной подготовки. В чем отличие? Отличие в том, что, смотри, если взять кроссфит, кроссфит – это отдельный, там много видов спорта задействовано, как тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, легкая атлетика. Все виды спорта находятся в кроссфите. Понял. Само собой, там все разные упражнения, считай, там рывки гантелей, рывки штанги – это технически сложно подходить, это надо учить. Да-да, я на своем опыте знаю, я очень долго ставил толчок, рывок. Вот-вот-вот, это учить надо. А если взять силовую кондиционную подготовку, нам не нужно это делать. Мы то же самое почти выполняем, но с минимальным риском травмы, потому что очень много травм в кроссфите. Кроссфит – это отдельный фитнес, мы не можем его назвать спортом, потому что он считается как фитнес. Просто взяты некоторые упражнения, определенные подходы по времени, по таймингу, это взято с кроссфита, не спорю. Но силовая кондиционная подготовка, это в основном зарядилось вообще в Америке. То есть берет начало со Штатов, да? Все верно, со Штатов. Еще, если память не подводят, от 70-х, 80-х годов, именно это была подготовка, первая подготовка была у регбистов, американский футбол и контактные виды спорта, как единоборство. Ну и плюс хоккей. Все началось вот хоккей, регби, американский футбол. Это их подготовка с игровых видов спорта, но он считается контактным из-за того, что толчки постоянные, парни немаленькие, очень большие парни, они должны быть первые выносливые, сильные и хорошо дышащие. То есть максимально всесторонне развитые, да? И взрывные. За счет этого вся кондикция, все, что у них есть, взяли, сделали определенную отдельную ветку, именно силовая кондиционная подготовка. После этого единоборство увидели, ну-ка давайте попробуем подготовить наших спорствами по этой системе. Пошло, поехало и все развилось. Вот сейчас популярно, если вы многие наблюдаете, UFC, да? Да, вы говорили, что тренируете по системе UFC Performance. Да, UFC Performance, именно они, институт, они именно взят, вот вся их линейка полностью, вот эта тренировочная, вся взята по силовой кондиционной подготовке. Я на английском не буду говорить, там это длинное очень слово, вот, поэтому у них то же самое, что мы видим, как они готовятся, это все по силовой кондиционной подготовке. Без вот этих рывков, толчков, минимальный риск, травмы, ну, максимально хороший объем работы. У них всегда развивается отдельно сила, отдельно кондиционная, ну, выносливость. Да. Взрывная сила, взрывная у нас, вот это все отдельно-отдельно тренируется, вот так. То есть, нельзя сказать, что силовая кондиционная подготовка чем-то уступает кроссфиту, всем другим видам спортивной подготовки, физической именно подготовки. Ну, давай вот так возьмем, простой тренажерный зал, да, если человек пришел в тренажерный зал, он хочет мышцы, да, закачивается, он становится каким-то деревянным. Ну, сами понимаете, спортсмены, качаешься, ты становишься деревянным, тяжело двигаться по-другому, ну, мышцы растут, тело растет, да. Да, да. Фрикс обширный, и ты его выполняешь за определенное время. А силовая кондиционная подготовка именно сделана так, чтобы один день тренировки дается на взрывную силу ног, один день тренировки дается на выносливость, один день тренировок на силовую выносливость, понимаешь, да? Да. Это делится под разделы, поэтому нету такого понятия, что ты один раз пришел, позанимался, и все, ты развиваешься, к сожалению, нет. Это на месяц дается программа, допустим, вот, допустим, неделю три тренировки, одна тренировка силовая, одна взрывная, одна выносливость, вот примерно так делится все. Все, понял. Вы говорите, что это началось с игровых видов спорта, в какой-то момент внедрилось в ударные виды спорта, да? В единоборство. В единоборство, да. И сейчас, наверное, года два последних я слежу за ребятами со штатов, за джицерами со штатов, и они постоянно используют этот термин – силовая кондиционная подготовка. Да, да. Чем я вижу подход к Казахстане на данный момент. И меня интересует, насколько хорошо подготовлены джицеры, среднестатистические джицеры в Казахстане. Получается, я знаю, что джицеры в Штатах довольно хорошо подготовлены физически. Вы уже поработали с определенным количеством джицеров в Казахстане, и как вы можете оценить их физическую подготовку по сравнению с теми же, например, бойцами ММА? Хотя с бойцами ММА вы давно уже работаете, да, насколько я знаю? Да, да, да. Смотри, самое что крутое в этом направлении именно – нельзя давать упражнения для ММА, допустим, которые нужны для ММА, для джицеров. Да. Которые нужны джицерам, не нужно давать ММА. То есть максимально индивидуально подходит для каждого спорта. Все верно. Каждый, допустим, ты бразильским джиу-джитсу занимаешься, у тебя подбор упражнений, нужные что-что нужно, все подбирается индивидуально именно для бразильской джиу-джитси. Которые подбираются, если ты в ММА выступаешь, все для ММА. Поэтому оно всегда делится. Вот, да, я поработал с ММА, допустим, поработал, они, каждый боец сам индивидуально готовится где-то, что-то, да. Да, да. Ты борешься или дерешься, и ты закисляешься, и все. На прошлых выходных я столкнулся с этим, да, просто руки отсохли. Вот, все верно. Вот чтобы вот это все предотвратить, чтобы как-то отсрочить, его не предотвратишь никак, к сожалению. Чтобы отсрочить, допустим, если ты за три минуты уже закислился, а здесь можно после десяти минут закислиться, да, чтобы отсрочить, вот этим всем занимается. Если начать говорить уровень, ну, скажу так, многие, вот я смотрю, вот как начал с бойцами тренироваться, джитсерами, да, тренировать. У джитсеров хромает физика. Вот физический, у них два типа физические. Да, что мы подразумеваем под словом физика? Физика – это сила. Он быстро закисляется, он начинает работать. А когда ты быстро закисляешься, это не выносливость? Это, сейчас я тебе все объясню, физически. Он начинает, допустим, есть два бюджетера выходят, один физически сильный, ну, будем говорить, стронг, сильный, прям силы много. Камень, да. Камень, да. Второй – технарь. Бывает в таких моментах, что да, говорят, техника выиграет, кто-то говорит, физика выиграет, да, но не всегда так. Бывает, что человек, которого технически приспособлен, он должен сдвинуть как-то физически одарённого парня, а его, чтобы сдвинуть, нужна самому тоже сила, ему надо тоже работать. Он начинает уже уставать. И в этот момент начинается понятие то, что он не развит физически. Тот физически развит, но он может быстро закислиться и устать. Да. Поэтому, ну, я не хочу никого обижать, допустим, да. Нет, никто не будет обижаться, мы же имена не называем. Просто надо смотреть на вещи объективно. Я хочу просто понять разницу между джитсерами, физической подготовки джитсеров и условных бойцов ММА. Да, смотри, сейчас я объясню. Ну, у нас в Казахстане джитсеры все, каждый индивидуальный. Кто-то сильный, кто-то выносливый, кто-то дышит хорошо. Но нет универсала, реально крутого, который прям вот все у него было бы, чтобы он реально выступал на топовом уровне, как ты говоришь, в Америке. В Америке почему самые сильные, ну, так будем говорить, джитсеры, ММА. У них всегда делится, они постоянно вот эту силовую кондиционную подготовку делают, а вечером делают ковер. Да. Вот. И каждый раз у них вот так, каждый день тренировки вот так. За счет этого силовой кондиционной подготовки они развиваются в целостно полностью. Да. У нас уровень, ну, как сказать бы, блин, ну, средний. Я не могу сказать, что высокий. Понятно, что не все сильно плохо. Да, он неплохо. Ну, и есть куда расти. Есть куда расти, нам всем нужно расти. Если сравнить, я не могу тебе сравнить ММА с бразильским джиу-джитсером. Это неправильно, да? Это неправильно, это два разных вида спорта, два разных. В бразильском джиу-джитсу, да, все происходит в партере. В ММА приходят, если в бразильском джиу-джитсу ты можешь отдышаться на партере, да? Да. В ММА, к сожалению, ты не отдышишься. Там все эти пять раундов по пять минут ты должен постоянно двигаться, дышать, двигаться, дышать. При этом ты должен быть полностью развит именно дыхательный, физический, все полностью. В бразильском джиу-джитсу то же самое должно быть, но чуть-чуть специфика другая. Поэтому сравнить лучше не стоит, потому что это два разных вида спорта и по-другому везде. Вот так вот. Все-таки неправильно, да? А насколько кардинально отличается система подготовки бойца ММА от системы подготовки джиу-джитсера? Ну, именно в плане тренировочного плана или что именно конкретно? Ну, набор упражнений, например. Набор упражнений? Смотри. Просто я к чему спрашиваю? Есть очень много ребят, занимающихся джиу-джитсу, которые смотрят на то, как тренируются бойцы ММА и стараются повторять за ними. Мне кажется, это не всегда правильно. Да, ты должен заниматься тем, что ты умеешь в бразильском джиу-джитсу, значит, ты этим должен заниматься. Некоторые упражнения не подходят для бразильского джиу-джитсу. Есть такие упражнения, допустим, координация, баланс. Координация, баланс, ног. И добиваешь его, бьешь. А в бразильском джиу-джитсу, если взяли, ты вместе с ним падаешь. Что? В партер, правильно же? По идее. Ну, я покажу вам несколько схваток, когда джиу-джитсеры на топовом уровне 4-5 минут стоят на одной ноге и защищаются от прохода у ноги. Лукас Лепри, например, есть. С Ринато Канута у них была схватка в 2019 году, финал чемпионата мира. Ринато Канута постоянно проходил в одну ногу, и Лепри с одной ноги постоянно защищался. В итоге он не дал ему ни разу себя посадить. Ну, окей. Ну, видишь, это мое мнение именно как тренера. Допустим, в ММА в основном ноги всегда скорость ног должна быть. А в бразильском джиу-джитсу, если сравнить скорость ног, ты не постоянно же двигаешься с ногами, вы же постоянно боретесь в партере. Ну да. Вот. Поэтому не особо, не то, что не особо, им нужно тоже координация, баланс тоже, но не так много, чем в ММА. В ММА больше работы на скорость ног. А чего больше в джиу-джитсу, чем в ММА? В джиу-джитсу в основном, смотри, работаем на, чтобы человек не закислился, мышцы не закислились, он больше на силовую выносливость работает. Это работа, допустим, такие упражнения, как тяга к себе постоянно, каждый раз. Это как, вот у вас есть понятие такое дрилс. Да, да. Вот. У нас тоже есть дрилс. Вот. Мы берем определенное одно упражнение, тяжелый, допустим, вес, и работаем каждый раз, но соединяя определенным, там, допустим, ты стоишь на боссу. У босса есть такая полусфера. Да, да. Да, полусфера, и ты держишь баланс. При этом ты держишь баланс и должен работать на силовую. Тем самым ты работаешь на баланс, координацию ноги, и плюс рука, чтобы не закислилась, ты каждый раз с ним работаешь. Примерно говорю. Вот так вот. Понял вас. Вот. Поэтому здесь специфика именно упражнений и подхода тренировочного плана джитсера, ну, будем не джитсера, а борца, говорить, и ММА, не всегда одинаковые. Ну, борцы тоже, например, вольники для меня один из эталонов вообще спортсменов в плане физической подготовки. Не знаю, почему, ну, точнее, я знаю, наверное, почему так, потому что они, ну, с детства делают такие упражнения, которые джитсеры не делают. Да, но вот именно представители вольной борьбы, мне кажется, они же тоже борцы, и мы борцы, по сути, но мы кардинально разные борцы, особенно в плане физической подготовки. Давай я тебе объясню, почему. У них именно у вольной борьбы или даже классическая борьба, да, которая вверх работает греки. Греки, да, они вообще это не считаю. Они физически очень сильные. Да. Не то, что, допустим, взять греко-рымскую борьбу, они очень сильные. Да. Они встанут в одну стойку и, как у вас принято говорить, сушить, да? Да. Встал и все держит в одной стойке. Вольная борьба. Вольная борьба, он выносливый. Второй, очень взрывной, потому что проход ножки, чтобы сделать такой взрыв должен быть. И третий, очень сильный. Да. Поэтому, говорят, вольная борьба – это самый красивый, ну, вид борьбы. Многие, да. Да. Они больше работают на именно выносливую, взрывную силу и на силу. Они сильные очень. Техника у них тоже стоит, но если сравнить с бразильским джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, техника – это на первом месте. Ну да, конечно. Потом уже подготовки физ, там все другое. Вольная борьба, вот так в одном, в параллели идет. Техника, физика, потому что если ты… Там вот ты видел вольную борьбу, он проходит ноги, он должен поднять его. Да. Задержать, потом законтролить и внизу еще держать. Да, да. Это много силы требует, выносливости, ну, и техники. Поэтому у них все на одном уровне. Бразильское джиу-джитсу, я что, за сколько времени смотрю, первое место техника, потому что, ну, сложно, честно говоря. Да, я попробовал, я в кимоно, честно, я думаю, я что делаю, я даже не понимал, что меня просто так и так, я вот так, как мешок вывалялся. Вот, поэтому вот так вот. Да, говоря о том, что вот сейчас, как мешок вывалялись, очень много, я сам лично сталкивался с представителями видов спорта, где нужна только сила, да. Ну, например, взять тот же самый пауэрлифтинг, да. Я боролся с представителями пауэрлифтинга, боролся там с ребятами, которые после тяжелой атлетики приходили к нам в зал и одевали кимоно и боролись с нами. Но им всегда очень сложно было свою силу интерпретировать джиу-джитсу, да. И мне кажется, что лучше сначала набраться техники и потом к ней подключать физическую подготовку. Потому что, будучи очень сильным, потом, мне кажется, как будто сложнее набирать технический арсенал. Вам так не кажется? Давай тебе объясню, вот именно почему силовая кондиционная подготовка, мы даем такие упражнения, чтобы ты эти упражнения вложил в свою технику. Да. Вот, допустим, как Санжар Адзилов, ММА, да, популярный парень и очень сильный, вносливый. Да, у него бой, да, скоро будет. У них скоро бой будет, да. Желаем удачи Санжару. Так что, Санжик, давай вперед. Мы с ним перед боем с бразильцем на Найза мы готовились, мы подтягивали физику, вот, физическую силу подтягивали. И, знаешь, когда он сам начал замечать, что физически начал прям хорошо работать, прям, может, спокойнее, выносливый, спокойно говорит, я работаю, все, не устаю, все хорошо. И я каждый раз всем своим бойцам, борцам всегда говорю, вот то, что даю упражнения, это не просто ОФП, как СССРовская, как мы говорим, общая физическая подготовка. Ты вот это упражнение, ты должен ее взять, вложить в технику. Пойми, пожалуйста, самое главное, не просто ты здесь позанимался, оставил здесь и ушел. Нет, ты это должен взять, положить туда. Тогда это будет работать. Допустим, есть такие упражнения, тебе один пример, работа с сэндбэгом. Есть сэндбэг такой, знаешь, это кусочный. Да, да, у нас в зале есть, мы работаем тоже. Вот, есть определенные упражнения, тоже стоишь, допустим, на полусфере или на жгутах, я всегда со жгутами работаю, чтобы было натяжение назад, противодействие упражнению, да, противодействие. Ты тянет, ты должен взять этот мешок, поднять, поставить, взять, поднять, поставить, каждый раз, он большой вес. Вот, и вот ты возьми, как его можно вложить в технику или, допустим, в борьбу. То же самое, ты представь, что за место мешка лежит, допустим, твой соперник, ты его снизу, тебя сзади, он, допустим, контролит, там, оттягивает назад, а ты его взял, снизу поднял. Тоже как мешка поднял, да, поднял и положил, да, примерно. Вот то же самое я говорю, каждое упражнение, я всегда, когда работаю, я объясняю, вот это упражнение для скорости того, и это для взрывной скорости. Вот это берешь, ложишь сюда, пойми, вот это твой удар, это то же самое, удар, но только, допустим, ты бьешь, чтобы вот это, ты вот это упражнение взял, положил в этот же удар. Ну, примерно объясняю, чтобы он понимал, а не просто пришел, как ему терминатору дал задание, он сделал, сделал, ушел. Нет, я должен объяснить. Мне очень важно понимать, что и для чего ты делаешь, это круто. Потому что без этого никак, поэтому в кроссфите ты не можешь рывок гантелей положить, ну, в технику, ну, как-то. Но, тем не менее, он все равно полезен в том плане, что ты становишься сильнее. Да, сильнее, взрывнее, да, я не спорю, но именно вот наше направление, оно именно дает то, чтобы… Ваше преимущество, да, в том, что вы вкладываете технику упражнения в технику, ну, удара, условно. Да. Или просто в технику борьбе, да? Да, 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 да. Это круто. Так, хорошо, давайте теперь поговорим о том, как выстраивать систему тренировок джиттером. Что вы можете посоветовать? Сколько раз в неделю тренировать именно физическую свою форму? Сколько раз в месяц можно тренировать? Возможно, есть какие-то минимумы, максимумы? Что лучше делать, что лучше не делать? Смотри, есть вообще два понятия, есть офф-камп и файт-камп. Ну, это офф-камп, это когда межсезон, когда у тебя нет соревнований, объём, тренировочный объём может очень большой быть. Ты можешь неделю циклами делать, неделю силу давать, неделю выносливость давать, неделю, допустим, там кондиции, там определённый баланс, координация, примерно. Когда большой есть период у тебя для подготовки. Это офф-камп. Да. Файт-камп, это когда, допустим, у тебя остаётся условно, там, не знаю, месяц, два месяца до турнира, да, или там для соревнований, там до боя, там уже объём тренировочный вообще другой. И ещё самое главное то, что в нашем деле мы даём ещё такой объём специально именно по физической подготовке, чтобы человек, если ему нужно остаться в одном весе, это самое главное, сам понимаешь, если он 65, мы даём объём такой, чтобы он не рос. Сам понимаешь, когда ты в тренажёрном зале тренируешься, у тебя вес растёт из-за того, что ты делаешь там силовые упражнения, мышцы растут. Да. Мы то же самое даём, но с определённым весом, с определённым количеством повторений, чтобы он не вырос мышечно, но при этом он был сильный. То есть, так можно, да, это так работает. Всё верно. Поэтому вот как мы вот с бойцами работаем, им нельзя вес повышать. Мы стоим в одном месте и работаем, допустим, примерно, говорю, если он 60 кг весит, я ему, ну, его вес, я ему только 60 кг и даю, больше не даю, это незачем. Ну, бывают такие моменты, когда там надо прям реально, как в пауэрлифтинге, там, троебори сделать, там, присед, жим и становую тягу, там, мощность сделать, да. Бывает такое, но не всегда. Поэтому наша главная задача, чтобы боец или борец не вышел из своей рамы. За рамки всей категории, да? Да, всё верно, да. Вот так вот. Хорошо. Сколько раз в неделю стоит тренироваться среднестатистическому джитсеру? Например, члену национальной сборной по джиу-джитсу? Ну, так, давай вот так возьмём. Топовый боец или борец должен три раза обязательно проходить физподготовку. В неделю, да? Три раза в неделю. Три раза. И три раза у него должно быть ковёр, ну, допустим, техника. Ну, каждый, да, я учитываю, что каждый день ты борешься в любом случае вечером, да, отрабатываешь борщица, а днём ты добавляешь физическую подготовку. Да. Почему три раза? Не надо каждый день отрабатывать, допустим, выносливость, силу. Это не стоит. Потому что ты, ещё у тебя есть твои тренировки, ты должен успеть восстановиться до следующей тренировки. Если ты, как мы выстраиваем, я выстраиваю план, приходит ко мне борец или боец, я спрашиваю у него, когда у тебя тренировка, допустим, ковёр, там, раскидка, там, по... Он говорит, у меня по вечерам. Во сколько? Там, в 8 часов. Значит, ты должен приходить мне в 10, в 11 утра на тренировку, на физподготовку. Да. Ну, вот так, на СФП, специальная физподготовка. Вот. Утром мы тренируемся, у тебя есть хороший запас, чтобы выспаться, восстановиться, и вечером уже в бой на ковёр или на ринг. Вот так вот. Три раза. И это стандарт. Почему? Потому что не надо больше и не надо меньше. Некоторые делают, один раз тренируются, я тебе скажу так, один раз толку не будет. Да, в никуда, да? Никуда. Ты просто так, ну, если ты платишь деньги большие, да, ты просто так потратишь деньги. Три раза, самое то. Ты можешь распределять вот так, допустим, понедельник, если понедельник, среда, пятница, у тебя тренировка, понедельник мы распределяем силу, среду, допустим, вносливость, примерно, там, пятницу делаем координационную, да, или скоростную, взрывную, вот так. И всегда они одно и то же у нас ещё, кстати, все упражнения, мы не можем, допустим, некоторые в тренажёрном зале, понедельник, среда, пятница, понедельник у меня там ноги, там, там, жим, и у них каждый раз вот так крутится. Да, да. У нас нет, у нас всё разное. Каждый раз, чтобы мышцы мелкие, есть такое понятие, мелкие мышцы. Большие мышцы ты тренируешь большими весами, с весом, понятно. А присед, становая. Да, всё верно. Мелкие мышцы развиваются именно за счёт вот таких упражнений там, мелких таких, да, определённых. И всё всегда разное. Три раза обязательно любой спортсмен должен тренироваться. Не имеет значения, борец, футболист, не имеет значения. Три раза – это стандарт. А если каждый день тренироваться? Каждый день в плане добавлять качку к ковру вечернему? Перегоришь. Вы думаете? Потому что, смотри, это надоест. Допустим, я беру от своего опыта, я вот занимался кроссфитом, да, сколько лет уже пауэрлифтингом выступал, сколько по кроссфиту выступал. Когда ещё подросток был, я грэпплингом занимался, да, вот это всё. Вот каждый день я делал, там, железо мне нравилось, да, каждый день вечером, там, ковёр, то всё. А потом в какой-то момент это всё, ну, просто надоело. Выгораешь, да? Выгораешь, просто это одно и то же, допустим, ну, тогда не было же понятия, вот, СФП специально, фейсмароктовка, ты просто делаешь, делаешь, вот. И просто выгораешь, надоест. Вот хороший пример. Есть борцы, я с кем общаюсь, да, допустим, хорошие борцы, которые сборники, в сборной находятся. Ну, вот спрашиваешь, как ещё тренировочный процесс, да, или кто на сборы постоянно. Ну, честно, говорит, надоело. Вот надоело, говорит, вот каждый день одно и то же. Утром, блин, качка, или, допустим, утром кросс, в обед там, допустим, ковёр, вечером качка. И каждый день, каждый день. Есть момент, есть такое понятие сборы. Да. Вот. На сборах, да, там ты ровно две недели хороший объём, да. Там, понятное дело, это перед соревнованием как-то можно, там они делают, допустим, если три недели у них сборы, там полторы недели у них качка, качка, качка. Примерно полторы недели техника, техника. Чтобы ты после вот этого, ты же деревянненький стал, а здесь уже более-менее расслабь. За вот эти полторы недели можно ещё Тима набрать в стиле? Нет, ну смотри, на сборы едут-то уже готовые. Нет, я понимаю, да, условно, вот сборника отправить, на две недели качаться мощно. Ну, видишь, качаться слово тоже, я тебе как и говорил. Ну, я использую его, да, потому что его все используют. Да, ну ты будешь сильный, не спорю. Если правильный тренер будет, всё зависит от тренера. Правильно подберёт тебе тренировочный план, правильно тебя поставит, всё будет супер. Ну, если там ты сам на своих там знаю, нет. Да, да, вот я имею в виду кейс. Я спортсмен, у меня есть грамотный тренер, и у меня есть две недели. За эти две недели я могу ощутимо набрать? Или это будет, ну, чуть-чуть так? Из ста процентов, если всё ещё зависит от самого бойца, если он, нету такого понятия талантливый, да, сам понимаешь. Конечно. Это много труда нужно. Вот если так посмотреть, если у него всё нормально получается, всё правильно с дозировками, как положено, всё с планом, всё можно набрать. И ста процентов, пятьдесят процентов точно будет. За две недели, если каждый день всё правильно сделать, всё правильно подобрать, чтобы и в том плане, чтобы и он сам боец не перегорел, вот, можно. Можно, да. Но это надо очень чётко подойти. Постараться, да. Есть такое ещё понятие, знаешь, спортивное питание. Да, вот я как раз подводил потихоньку к этому. Насколько важно добавление к рациону спортсмена, обычному, спортивного питания, витаминах и прочих добавок разных? А если, допустим, вот сейчас я закончу вот эту, которую мы говорим на сборах. Да, да, давайте, давайте. Вот он, если правильно подобрать всё, тренировочный весь процесс, и плюс к нему вот это спортивное питание, всё будет идеально. Потому что кроме того, что у тебя есть свой определённый ресурс, он заканчивается. А если ты спортсмен топовый, у него всё равно будет каждый раз, он будет уставать, не успевать восстанавливаться каждый день, если тренировки. Спортпит в этом ему поможет. И он 10-15 процентов – это успеха, ну, именно в спортсмене. Поэтому спортпит всегда нужен. И был, все спортсмены, все принимают спортпит. Некоторые говорят, ой, это фармакология, ой, это химия. Начинают путать, да? Да, начинают путать. Сейчас про это тоже давайте поговорим. Да, без проблем. Просто некоторые не знают или не принимают никогда. Многие, допустим, вот только уже результат показывают, борцы или бойцы говорят, нет, я не хочу спортпит, это химия, я не хочу, типа, не пройду, типа, юсуадо, ну, примерно, говорю. Нет, это неправильно. Оно нужно. В какой-то момент ты просто не восстановишься. И ты поймёшь, что ты просто уже рассыпался. Давайте три маст хэв, ну, не три, может, пять. Сколько угодно маст хэв добавок к рациону джитсера. Джитсеру, смотри, самое главное, как я всем вот приходит, говорю. Первое. Креатиномоногидрат. Может, слышал, да? Да, да, да. Я приюл постоянно. Креатиномоногидрат даёт очень хорошо силу при правильных приёмах дозировки, да? Очень хорошо даёт силу и выносливость. Ну, беспонтовая часть, я так её называю, это он задерживает воду в мышцах, и ты немного отёкшись. Заливаешься, да. Заливаешься. Ну, это хорошо в том плане, чтобы восстановиться быстрее, мышцы восстановились. Да. Это первое. Второе. Бета-аланин. Что такое бета-аланин? Бета-аланин, он понимает выносливость. Перетренировкой его пьют. Если креатиномоногидрат, он, это, как тебе сказать бы, собирательный эффект. Чем больше пьёшь, тем лучше. Бета-аланин, ты перетренировкой, если принял, у тебя начинаются по всему телу колики, он все твои нервные, всю твою нервную систему начинает, я называю это будоражить. И ты уже заходишь, уже готовый, что тебе нужно что-то делать. Но не надо путать его с притренником. Притренник и влезет. Притренник опасно на сердце, да? Все верно, да. Притренник, ты представь, притренник выпьешь, у тебя сердце гудит, пульс высокий, тебе надо что-то делать. А бета-аланин так не делает. Бета-аланин именно нервную систему будет, и тем самым выносливость хорошо поднимается. Я даю те добавки, которые я сам хорошо принимаю, и которые рабочие на себе знают. Вот второй бета-аланин. Третье, как без BCAA, или как мы говорим, аминокислоты. Аминокислоты, да. Его обязательно во время тренировки нужно пить. Без него никак. Потом, четвертое, это все говорю именно в единоборствах, что нужно. Да, да. В любом виде спорта, особенно в бразильском джиу-джитсу тоже нужно. Четвертое, да, вроде? Да, четвертое. Четвертое, тестобуст. Тестобуст – это поднятие своего тестостерона. Есть такие витамины, тестобуст называется, там много названий. В моем понимании, тестобустеры всегда были чем-то запрещенным. Я ошибался, да? Да, ты ошибался. Есть, да, запрещенное. Тестостерон – это понятно. Есть, сейчас, как же называется, пропионат. Это фармакология чистая, да, которая именно колется, которая запрещенная. Да. Вот, он поднимает тестостерон. Потом теста, там название, честно, миллион. Да, да. Сейчас все разные. А именно, которые в спортивном магазине продаются, это вот баночки, там, российско-американское, теста, буст, там, теста, чего-то. Это естественный твой тестостерон просто поднимает. Потому что, чем больше тестостерона, тем ты сильнее. Ну да, это просто ты другим человеком становишься. Да, это другим человеком становится. Девушки его не пьют. Ну, конечно. Им это не нужно, да. Поэтому тестобуст, так что не путай. Два понятия. Витамины тестобуст есть и есть фармакология. Ага. И пятое, заключительное. Пятое, пятое, ну, это обязательно, как без него, ZMA. Цинк магний B6. Почему? Потому что он успокаивает, снимает стресс, и ты восстанавливаешься, хорошо спишь. И за основу я беру MyProtein Firma. MyProtein Firma, у них есть ZMA. Вот именно его перед сном пьют за час, за два часа. Хорошо спишь, восстанавливаешься. Если ты утром вставал сонно, убитый, а после него, наоборот, ты высыпаешься. У него такое именно свойство, чтобы быстрее восстановить организм. Это основное. Ну, как и без шестого. Шестой обязательно должен быть. Да, да, шестой, седьмой, как вам удобно. Шестой обязательно должен быть, это простой протеин. Потому что мышцы теряются, их надо восполнять. Протеин какой именно? Их же тоже разные. Сывороточный протеин, да? Сывороточный простой протеин, желательно с молочком. С молоком, да, все-таки лучше? Все. Это самое то. Это, как говоришь, must have. Поэтому вот. Вот еще раз. Первое. Креатин, бета-аланин, аминокислоты, как мы сами сказали. Потом тестабуст, без него никак. Ну, и протеин. Шесть – это самое основное. Это должно быть у каждого спортсмена. Все. А посоветуйте бренд какой-нибудь спортивного питания, с которым не ошибешься точно. Вот, рабочий, да, за всю свою карьеру и жизнь, я тебе скажу, вот так. Самый лучший, работает всегда, это Европа. Американский. Я, например, люблю Nutriversum. Мне нравится. Nutrition? Nutriversum. Угу. Вот. Сейчас я тебе объясню. Вот. Американский, Великобритания, Германия, это прям супер. Там Латвия, Польша, Россия, они все вместе там как коллаборации, знаешь, вот так соединились. Ну, у России, допустим, места, я не хочу никого обижать, да, ну, просто говорю, как есть, да. И 100% эффекта, ты, наверное, ну, наверное, блин, не знаю, ну, 40, может, 50% на российском, да, добьешься. На американском, да, ценник большой, не спорю. Но он этого стоит, да? Но он того стоит. Да, правильно дозировку подобрать, он того стоит. Там 70 точно процентов будет, 8, иной раз бывает и 100% выстреливать, честно, сам по себе знаю. Вот так вот. Вот так вот, да? Так что покупайте американский спортпит. И тренируйтесь усердно, да? Все верно. Хорошо, давайте поговорим про фармакологию. То, чего в джиу-джитсу, ну, достаточно много, объективно. Не в казахстанском. В казахстанском, я не знаю, людей, которые используют фармакологию, но за рубежом в Штатах, это, ну, must have. Это не мое мнение, я это не придумал. Это мне говорят те же представители американского джиу-джитсу, когда я общаюсь. Они говорят, да, типа, они все говорят, что нет, мы за чистый спорт и так далее, и так далее, но что-то где-то в любом случае есть. Потому что, когда ты смотришь на, ну, ладно, не буду назвать имена, чтобы не оказаться неправым, когда ты смотришь на пьедестал чемпиата мира условного по джиу-джитсу, ты понимаешь, что эти люди, ну, точно что-то знают, чего не знаешь ты в плане добавок. Да-да-да. Ну, смотри, вообще, я стиму, да? Да-да-да. Вообще фармакология – это такая обширная тема, на самом деле. На разные виды спорта они по-разному действуют. И все предназначения всегда по-разному. Вот. Я как и тренер, будем так говорить, физподготовки, я должен все это знать. И поэтому тоже изучаю, знаю, общаюсь, кто принимает, как, зачем, для чего. Вот. Мне, будучи, когда еще не тренером стал я, у меня есть хороший друг, вот, он не в Казахстане живет, вот, он сам турк, вот, и он объяснил, он профессиональный бодибилдер, вот, и этим сам он занимается уже давным домом, но сам понимаешь, там большое мясо должно быть, вот. Поэтому он объяснил, для какого вида спорта что нужно. И ты понимаешь, окей. У нас, допустим, в Казахстане это вот потихоньку-потихоньку уже появляется, внедряется. Почему? Потому что, будем так брать, есть некоторые препараты, ты, допустим, пьешь их через определенное какое-то время, вот, до соревнований там остается, у тебя там, условно, 4 месяца, да, за 4 или даже за месяц оно может у тебя, как, уйти, выйти, и как, если ты будешь допинг-контроль проходить, да, допустим, да, оно не выявится, примерно говорю. Есть такое, но желательно не стоит, если ты хочешь быть, ну, сам понимаешь. Да, конечно, не стоит, я тоже считаю. Допустим, пауэрлифтинг возьмем, пауэрлифтинги, там все сидят на фармакологии. Да, да, но они не отрисовывают особо. Да, они сидят в основном на таких формовеществах, именно которые поднимают силу, но не выносливость. Есть препараты, которые поднимают и выносливость, и силу. Вот, блин, вот некоторые говорят, там, невозможно, вот профессиональный спортсмен, да, допустим, и он, типа, не колется, а ты просто… Я не могу сказать, что я вот увижу спортсмена, да, я примерно могу сказать, ну, ни на чём он сидит, ну, он что делал. Сидит ли или нет. Да, вот так могу, примерно. Не знаю, как, это, наверное, уже за сколько лет уже я работаю, наверное, со всякими спортсменами, да, уже видно, это явно выявляется. Ну, не так по анализам понятно, но по визуально тоже есть. Да, конечно. Поэтому лучшее не стоит, потому что это, во-первых, побочка есть. Да, очень неприятная побочка. Очень неприятная побочка. Пока ты молодой, ты это не чувствуешь, как годников там 30 чем-то стукнет, ты это всё почувствуешь, или на печени, или на почках, или ещё где-нибудь, поверь. Поэтому, да, это круто, да, ты будешь сильный, выносливый, да, это супер, ну, не стоит. Кого не стоит. Лучше не, да. Поэтому ни в коем случае не используйте фармакологию. Всё верно. Это просто, да, хочется, да, как будто там, да, я выйду, буду там суперклассно, да, но это определённый период, но потом подумайте о будущем, что это будет очень плохо. Вот так вот. Да. Поэтому не призываем никого использовать фармакологию, призываем тренироваться, пахать, да, как все говорят. Занимайтесь функциональной подготовкой, занимайтесь силовой кондиционной подготовкой и занимайтесь, самое главное, джиу-джитсу. Да, и самое-самое-самое главное, развивайте мозг. То, что вы, как говорится, всех же говорят, спортсмены все, ну, типа так. На самом деле нет, чтобы он спортсмен был, он должен вот это с первого развить, потому что он здесь думает, а потом вкладывает его в технику или там куда-то подготовку, поэтому это самое главное. И вы хотели от себя что-то добавить. Да, сейчас в городе Караганде мы сейчас открыли маленький зал именно по силовой кондиционной подготовке спортсменов и любителей. Хочу поблагодарить именно строительную компанию Сеттелюкс, они вот в лице Айбара, главного тренера Академии Бразильской джиу-джитсу. Айбара, салам алейкум, передаем. Да, потом Арман Ага, самого директора Академии, вот, они вот увидели, посмотрели, написали, мы встретились, обсудили, и вот сейчас в данный момент мы техническое открытие сделали в зале, вот, поэтому сейчас потихоньку развиваемся, сейчас скоро будет прям супер открытие и будет класс, поэтому вам большое спасибо. Мы они молодцы, то, что видят, это новое. Вот, я когда вот отучился, есть такой тренер именно по силовой кондиционной подготовке, он всегда семинары проводит, Токарев в Москве, вот у него я отучился, потому что он все знания взял в Америке, вот, отучился и начал развивать в единоборствах именно здесь, в Казахстане. Я думаю, мы самые первые, наверное, кто вот такой маленький зал открыл по Казахстану, может, именно по силовой кондиционной подготовке, то, что нужны, взяли тренажёры, то, что, ну, всё нужное взяли, поэтому хочу поблагодарить их, поэтому супер, они всегда за новый спорт, за новое развитие, поэтому будем развиваться, будем стараться идти дальше. Круто, я желаю вам успехов на этом новом поприще, в вашем новом зале. Удачи, успехов ещё раз. Будем работать дальше, да, на национальной лиге джиу-джитсу. Смотрите, кстати, этот проект 17 июля состоится, второй турнир лиги, будем рады всех видеть, будем рады вашей поддержке в соцсетях, на трансляции. Всем, ОС, спасибо большое за просмотр, вам, Рустам, спасибо большое, что приехали, поддержали наш проект, очень интересная получилась беседа. Спасибо тебя, я что пригласил, позвал, да, вот, мы сегодня находимся в Астане, круто, вот, поэтому тебе тоже желаю именно, чтобы ты больше развивался. Вообще круто, что такие подкасты есть, именно развиваются, и наш Казахстан должен, ну, как-то расти, расти. Да, конечно, стараемся, прикладываем все свои усилия. Поэтому круто, тебе тоже удачи, дерзай, дерзай, как говорят, будь конкурентоспособный, вот, поэтому супер. Да, будем стараться. Всё, всем, ОС, всем спасибо. Всё, всем пока, спасибо.